В среду 29 января состоял заседание Рязанской областной думы. С отчетом о работе регионального МВД за 2013 год выступал глава ведомства Николай Пелюгин. Наша деятельность строилась на приоритетных направлениях, определенных президентом Российской Федерации, директивами и требованиями Министерства внутренних дел России. Принимались и принимаются меры по восстановлению доверия наших сограждан, совершенствованию информационной политики, повышению открытости органов внутренних дел для общества. Многое сделано для обеспечения функциональной эффективности, в том числе и за счет проведения организационных штатных мероприятий, укрепления учета регистрационных дисциплины, внедрения инновационных технологий, рационального использования имеющихся ресурсов, сил и следствий. Совершенствование оперативно-служебной деятельности, в том числе и с учетом изменений ведомственной нормативной базы, позволено повысить ее качество, укрепить наши позиции в противодействии организованной, экономической и наркопреступности, достичь позитивных тенденций в сфере расследования преступлений, повысить ответственность каждого сотрудника за конечный результат, обеспечение неотвратимости наказания. Меры комплексного характера воспринимались по совершенствованию системы профилактики правонарушений, оздоровление обстановки на улицах, активизация противодействия экстремизму. Особое внимание влияло с проведением профилактических мероприятий среди несовершеннолетних и молодежи, а также в сфере миграционного контроля, противодействия незаконному оборудованию алкоголя и нелегальному и горному бизнесу. Впервые за последние 10 лет появилась тенденция к стабилизации обстановки на дорогах. Количество погибших сократилось на 64 человека. Безусловно, все позитивные изменения стали возможны благодаря совместной работе с председателем и депутатом Елизанской областной думы, отлаженной системой взаимодействия с региональным правительством, прокуратурой, областным управлением Федеральной службы безопасности, Следственного комитета и иными правоохранительными штуками. Выводя итоги работы в 2013 году, мы провели тщательный анализ состояния борьбы с преступностью результатов нашей работы. спрогнозировали развитие криминогенной ситуации, определили наши возможные действия по стабилизации оперативной обстановки, повышению эффективности работы. Оперативная обстановка на территории Рязанской области в прошедшем году характеризовалась ростом на 1,6% общего числа зарегистрированных криминальных деяний. Всего поставлено на учет 9698 преступлений. Меньше на 3,8% было зарегистрировано таких видов, как тяжкие и особо тяжкие. Уровень преступности на 100 тысяч населения в Рязанской области остался одним из самых низких в цифровой и составляет 847 преступлений на 100 тысяч населения. В структуре преступности основная доля 46,2% – это криминальные посекательства, приходящиеся на хищение чужого имущества. 22,5% – посекательства против личности, 11,5% – факты незаконного оборота наркотических средств и 9,5% – экономические преступления. Директивы МВД России о приоритетах направлениях в 2013 году передомленными внутренним делом ставился ряд задач усиления противодействия организованной преступности. Прежде всего, это вопросы взаимодействия между собой оперативных подразделений, скоординированной работой со следователем, в том числе взаимодействующих правоохранительных структур по документированным криминальной деятельности преступных сообществ и других. В целом, по итогу, по стекущему года число выявленных в полиции и поставленных на учет преступлений с квалифицирующим признаками, совершенном в составе организованной преступной группы, возросло с 8 до 24, причем среди них есть один факт панитизма, 6 грабежей, 2 разборки, 1,3 до 37 волонных посекателей, совершенных в организованной форме. Вместе с тем, работа в этом направлении, безусловно, нуждается в дальнейшем совершенствовании. Мы и дальше будем наращивать усилия по выявлению лидеров и участников преступных организаций, документированию их деятельности, нейтрализации в разных преступных организациях. На этом стоит вся системная работа органов внутренних дел по борьбе с преступностью, и не только с ее организованными формами, а по всем видам. Есть положительные примеры реализации такого подхода к работе. В 2013 году нами пресечена деятельность нескольких преступных групп, специализирующихся на квартирных кражах, разбойных нападениях, кражах из долгоматов, хищения нефтепродуктов из магистральных нефтепроводов. В сфере экономической деятельности выявлено пресечена деятельность преступных групп, занимавшимся незаконной банковской деятельностью, изготовлением избытов фальшивых денежных купликов. Есть еще одно важное направление деятельности органов внутренних дел – профилактика и предупреждение правонарушения. Когда это возможно, мы обязаны предпринимать необходимые превентивные меры в целях недопущения наступления тяжких последствий преступлений. На практике эффективность профилактической работы зачастую достигается за счет выявлений и пресечения более трех составов преступлений административных правонарушений. В оперативной служебной деятельности просьбе ужилось проведение регулярных рейдовых мероприятий, отработка промышленных зон, оптово-розничных рынков. Есть первоположительные результаты. В 2,3 раза больше пресечено правонарушений, связанных с незаконным пребыванием и проживанием иностранных граждан на территории Российской Федерации. В два раза больше правонарушений, связанных с незаконным оборотом и употреблением наркотиков. В 2,5 раз больше фактов незаконной продажи алкоголя. Причем в последнем случае из 1308 выявленных таких нарушений в каждом четвертом случае, а их 333, алкоголь продавался несовершеннолетним. Есть подвижки и в организации административного надзора, работе с другими подучетными категориями граждан. Например, более жестко отслеживаются ограничения, установленные при административном надзоре за их нарушение составлено 731 протокол. Для сравнения, в 2012 году был составлен 171 протокол. Мы принимали меры к организации выполнения требований нового наставления, регламентирующую службу участковых и полномочий в полиции, максимально приближая их к населению. Жестко контролируется исполнение графиков приема граждан. Добиваемся, чтобы участковый не просто находился на участке, а работал с населением, вникал в нужные потребности граждан, оказывал помощь людям, которые в ней нуждаются. В ряде территориальных органов мы вернулись к опыту прошлых лет и организовая работу участкового полномочного полиции в сменном режиме, при котором до 2-3 участковых полномочных полиции задействованы на службе в вечернем времени. Именно в это время происходит семейный скандал и в это же время можно с большей вероятностью заставить граждан дома для проведения подпортерного охота и профилактических мероприятий. Достаточно динамично в истекшем году развивалась экспертная служба органов внутренних дел. С позитивной стороны мы еще активно использовали инновационные технологии и современных методик исследований. Для нас стало обыденным применение возможностей ДНК-анализа автоматизированной системы публики. В организации расследования преступлений, помимо решений проблем экспертного обеспечения, на протяжении продолжительного года, нами проводилась работа по организации следствия и дознаниям в разумные сроки, обеспечении качества и законности, увеличение уровня возмещения имущественного вреда, причиненного преступлениями, проведение дознаний в упрощенной форме. В этом направлении есть также позитивные зрения. Недопущенных фактов некачественного сбора доказательств и направления в суд уголовных дел, лица по которым были оправданы. Мы успешно справляемся с некомплектом и на вполне конкурсной основе отбираем новые камеры. Выезжая от генеральных органов внутренних дел и общаясь с молодыми сотрудниками, замечаешь и живое плетство в глазах и стремлении достойно выполнять свою работу. В этом неоценимая заслуга Рязанского филиала Московского университета МВД России, оттуда мы получаем хороших молодых специалистов и обучаем действующих сотрудников органов внутренних дел.